МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илья Феликсович Арестов, член Общественного совета ПРИФСИН России, руководитель комиссии Общественного совета ПРИФСИН России по взаимодействию с ветеранскими организациями, заместитель председателя Общественного совета ГУФСИН России по городу Москва. Илья Феликсович, приветствую. Все верно назвала? Все верно. И Александр Валерьевич Лукьянчук, председатель Общественного совета, член коллегии УФСИН России Петверской области, член общественного совета в СИН России, председатель комиссии общественной палаты Тверской области по сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию и культуре, член антинаркотической комиссии администрации города Твери. Александр Валерьевич, добрый день. Уважаемые друзья, собрались сегодня в жаркий июльский день. Первый вопрос, наверное, к Илье Феликсовичу. Какова цель визита в наш город? Из Москвы до в Тверь? Из Москвы до в Тверь. Цель визита очень простая. При общественном совете в СИН России создана комиссия по взаимодействию ветеранскими организациями. Я ее возглавляю. В рамках подготовки соглашения о взаимодействии общественного совета в СИН России и ветеранской организации в СИН России прорабатываемое соглашение, решили проехать по регионам, поговорить с фировичными организациями, с руководителями организаций, с ветеранами, узнать их чаяния, надежды, поднабраться опыта, и для того, чтобы наша работа по подготовке этого соглашения и подписанию была более взвешенной, продуманной. И поскольку Тверь очень хороший регион, большой, рядом с Москвой, то решили сюда заехать тоже. То есть мы в череде других регионов России, но тем не менее не последние. Нет, не первые, но не последние. Ага, с кем встречались? Встречался с руководителем управления, с руководителем ветеранской организации Тверской области, с заместителем по кадрам и работе с личным составом, и с представителем первичных ветеранской организаций. Узнал для себя много интересного. С удовлетворением отметил, что работа уже идет и без нашей помощи. Но надеюсь, что все-таки мы тоже что-нибудь сможем привнести сюда и как-то все это дело цивилизовать, если можно так высказывать. Да, может быть, централизация какая-то в работе. Да, и централизация, да. Главное, чтобы об этой работе знала не только Тверская область, но еще и вся страна. Потому что есть много положительных примеров, которые здесь известны, а стране нет, а мы в том числе будем это популяризировать. Да, возможно, положительное что-то с какого-то региона из нашей Твери и внесется, будет принесено в работу других организаций. Будем работать. Родион Алексеевич, на Ваш взгляд, в нашем регионе какая поддержка нужна от центра работе с ветеранами? Ну, в первую очередь, это, наверное, нормативно-правовая поддержка. В том плане, что работа, как Илья Филиппович сказал, во многих регионах идет, но везде она делается по-разному. В нашем регионе она строится таким образом, в других регионах по-другому. Ну, а федеральная служба и, в частности, общественный совет при федеральной службе может каким-то образом преподнести централизованность во всех этих действиях, создать нормативно-правовые акты, в том числе и соглашения, и, наверное, где-то подсказать, в правильном направлении мы двигаемся. Мы, часто нам люди задают вопросы, вот такие вот, как и мне, как член общественного совета УФСИН, для чего вообще нужна помощь общественности? Люди знают, да, служба такая, они знают от и до, существует устав, существует норматива. Для чего нужна помощь общественности, Александр? Вот я хочу рассказать такую ситуацию. Давайте вспомним времена прошлой, Советского Союза. Вот люди, которые с определенных предприятий, организаций уходили на пенсию. Они же пользовались в советское время, помните, да, то есть и профилакториями, и их предприятия не забывали, и подарками награждали всех ветеранов войны и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что Управление Федеральной службы исполнения наказаний во всей России, как центральной организации, это вообще никогда не менялось. Во-первых, это институт наставничества. Мы понимаем, что это самое дорогое, что есть. Вот человек был в узком специалитете, да, он был при определенной должности 20-30 лет. Представляете, какой у него багаж, какой у него опыт знаний. Конечно, он должен делиться это с молодыми, с подрастающим поколением, с теми, кто приходит на их место, занимает эту должность и служит Отечеству, исполняя свой долг в рядах Управления Федеральной службы в плане наказаний. И общественные организации в данном случае должны ветеранским организациям помогать, потому что мы понимаем, что это и День ветерана, это Новый год, это праздники, это организации, это мероприятия, в которых нужно участвовать. Потом, ну, пенсии, они не самые большие, и поэтому, если какому-то ветерану необходима помощь, конечно же, в плане общественности подключаются, это и лекарства, это какие-то медицинские вмешательства и так далее. Плюс, вам я хочу больше сказать, ветераны у нас, у нашего Тверского управления, собирают деньги на специальную военную операцию. И силами ветеранской организации и общественного совета даже была в госпиталь приобретена специальная кровать, манипулятор, который позволяет в определенном положении находиться человеку, который там проходит лечение. Это здорово, потому что я знаю, что у всей России по Тверской области вы постоянно посылаете сюда гуманитарную помощь, собираете. Да, конечно. Сколько раз мы репортажи показывали, это постоянно происходит. Да, мы очень тесно сотрудничаем с Народным фронтом. Наши все учреждения, как на местах, там, где они находятся территориально, так и централизованы. Мы уже не один раз направляли в зону специальной операции гуманитарную помощь, можно так сказать, любую помощь. Это и продовольствие, это и какие-то средства, и дизель-генераторы, и автомобили, и так далее, и тому подобное. То есть эта работа идет постоянно. Александр? Общественная организация, вот ветеранская организация, просто тут даже у нас проходила последняя коллегия, и ветеранская организация Тверской был вручен собственное знамя. Знамя, да. Собственные флаги присутствовали на этом мероприятии. Это очень важно, это почетно, что ветераны, о них никто не забывает, они также остаются в строю. Знаете, как поговорка, бывших не бывает, а в данном конкретном случае это большой опыт, это багаж знаний, который передается подрастающим. Поэтому участие именно общественников здесь обязательно. Что люди не забыты, они в строю. Я, кстати, посмотрела, Илья Феликсович, состав общественного совета. У нас, в нашем Тверском регионе, это тоже, это и представители предприятий, и банковской сферы, и общественные деятельности, депутаты. У нас очень много людей, вот таких вот уважаемых, действительно. У вас по такому же принципу формируется общественный совет? Ну, общественный совет формируется по принципу заложенного в законе, о формировании. Поэтому уважаемые люди, только те, которые уважаемые там и могут быть, других там не положено им находиться. Но я хотел бы сказать, пользуясь случаем, что не только общественная организация, но я считаю общественный сайт как общественная организация, но не только он может помогать ветеранам. Нам бы как раз хотелось, чтобы ветераны нам тоже помогали. Потому что, являясь субъектом общественного контроля за системой исполнения наказаний, мы в то же время не являемся самой системой. То есть нам для этого контроля иногда не хватает условно только нашего желания контролировать, нам не хватает и специальных знаний. Потому что, как мы понимаем, система исполнения наказаний существует в определенном смысле в закрытом положении. Так должно быть. И хорошо, что она так существует. Ее работа регламентируется рядом законодательных актов и внутренних приказов. И иногда то, что нам кажется неправильным, на самом деле так и должно быть. И вот в этой нашей работе нам очень нужна помощь ветеранов. Потому что ветеран – это как бы субъект, который, с одной стороны, уже общественник, а с другой стороны, хорошо знает работу и дух этой организации. А поскольку мы все находимся в общественном пространстве, и по указу президента, в том числе, одна из наших задач – это повышение имиджа системы исполнения наказаний в обществе, создание до определенных пределов открытости этой системы, чтобы ни у кого не возникало никаких подозрений относительно того, что там творится, а определенные силы, как вы понимаете, заинтересованы в обратном, то нам в нашей работе помощь ветеранов очень нужна. Давайте мы на этом остановимся, сделаем большой перерыв и продолжим наш разговор после перерыва. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о службе в СИН России и по Тверской области, и вообще в СИН России. Говорим о взаимодействии с ветеранскими организациями, потому что у нас представитель столицы, представитель общественного совета по всей России, Илья Арестов. Вы сказали, уважаемая Илья Феликсовича, что да, я с вами согласна, что в СИН, с одной стороны, это закрытая организация, она существует по своим законам. Но для нас, для тверских журналистов, например, это, наверное, одна из самых открытых организаций, естественно, по запросу. Мы имеем возможность бывать в той или иной колонии, в том или ином следственном изоляторе. И вы правильно сказали, что взаимодействие с ветеранской организацией помогает вам решать определенные проблемы относительно того, чем общественность еще может помочь, давайте спросим, наверное, Родиона Алексеевича, может помочь вам, как организация, мы общественники? Ну, наверное, в первую очередь, это доступным нормальным гражданским языком, что из себя представляет вообще вся система исполнения наказания. разъяснить, что это, скажем так, хоть пускай и закрытая территория, но вместе с тем и приглашать на службу, разъяснять порядок службы, разъяснять ее социальные гарантии, разъяснять вообще, что это за система. Здесь, наверное, роль общественников, и вот мы с Александром Валерьевичем часто встречаемся, обсуждаем все эти моменты, как можно доступным языком гражданам объяснить все это. Во-первых, это популяризация системы, раз, во-вторых, привлечение к нам на службу младых людей, потому что мы всегда открыты, у нас должности есть разных специализаций, начиная там непосредственно отнесение службы, заканчивая там специфическими должностями, поэтому... А как относится к ветеранам, вот мы только что говорили в первой части программы, да, что это как при Советском Союзе? Конечно, поэтому роль общественности, она очень важна, потому что иногда человеку в погонах особо не верит, а когда тебе такой же, скажем так, опытный взрослый гражданин разъясняет, что это такое, наверное, ему больше поверят. Вот, кстати, мне, когда много-много лет назад, я первый раз имела возможность поехать по нашим тверским колониям, и вообще не знала, что это за система. Мне почему-то казалось, может быть, вот, Илья Феликсович, у вас тоже такое было открытие, кто работает в системе, да, почему-то казалось, что это вот как некоторые, да, представляют себе, ууу, такие вот серьезные, такие страшные какие-то дядьки в сапогах, да, которые отставить только знают одно слово, да. Ведь работают нормально, вот когда я вот чем дальше узнаю эту систему, то, наверное, более человечных людей, чем в системе ФСИН, я и не встречала, наверное, ни в одной службе. Вот ваше какое впечатление было? Ну, я, конечно, когда первый раз пересек границу Федеральной службы с половиной наказания, у меня было определенное мнение о ней, поскольку я воспитывался на определенных литературных произведениях и слухах, да, и я был приятно удивлен, что там есть люди, да, то есть не какие-то биороботы, которые запрограммированы на то, чтобы портить всем жизнь, да, а люди, которые по мере сил и возможностей пытаются все-таки разглядеть в спецконтингенте тоже людей, пусть оступившихся, пусть ошибившихся, и даже те, которые не выступились, осознательно выбирают такой путь, но все равно они обладают определенными правами, и соблюдение этих прав было, для меня было приятным удивлением, что соблюдение их прав является такой же приоритетной задачей для сотрудника, как и исполнение его должностных обязанностей, то есть нет специальной работы не проводилось такой, чтобы права его нарушить, то есть он попал в ситуацию серьезную, да, но он должен находиться, в то же время он является гражданином Российской Федерации, и у него есть определенный статус, и никто этого статуса его не лишил, поэтому и за много лет, которые я сотрудникам, помогаю и участвую в общественных объединениях при Синероссийской Федерации, я посетил не одно учреждение, много учреждений в разных местах, и я везде видел, что есть люди. Конечно, идеальной системы назвать нельзя, но идеальных систем вообще не бывает. Вообще не бывает. Да, и как общественный совет, так и ветеранские организации, они должны помогать этой системе становиться лучше. Просто, как вы понимаете, при том, когда мы видим какой-то недостаток, у нас есть три линии поведения. Первая линия его не заметить, вторая линия поведения заметить, начать кричать, но не разобравшись, в чем недостаток, просто там пытаться палкой выбить что-то там хорошее, да, и третья, тихо, спокойно прийти, посмотреть, можно ли что-то сделать для того, чтобы если этот недостаток не убрать, то хотя бы его ослабить, и спокойно в сотрудничестве, в хорошем смысле этого слова, с государством, постепенно исправлять это явление, исправлять эти недостатки, показывать людям, которые, так сказать, находятся и с одной стороны забора, и с другой, что государство не безразличное его граждане, как, опять же, и те, которые охраняют, и те, которых охраняют. Потому что, в принципе, общественный совет, в первую очередь, он должен заботиться о сотрудниках. Спецконтинент, конечно, тоже входит в нашу сферу, но там больше общественные комиссии за ними приглядывают. Но мы тоже имеем право, и мы не должны от него отказываться. И, опять же, в этой работе по исправлению недостатков помощь ветеранов нам бесценна. То, что нам кажется плохо, может быть, оно необходимо, а что-то мы, может, просто не заметим, а ветеран это знает. И, конечно, используя вот это вот сотрудничество и те общественные инструменты, которые нам даны указом президента, я думаю, что мы вместе сможем принести много пользы и Федеральным службом исполнения наказаний, и опосредственно государству. Потому что Федеральный служб исполнения наказаний – это одна из важнейших служб, которая в государстве была, есть и будет, я думаю, еще очень долгое время. Вот в этом я вижу нашу страну. Да, я понимаю, вот зная, зная долгие годы, общаясь с сотрудниками УФСИН, зная, какую колоссальную работу они ведут, тем обиднее читать в некоторых средствах массовой информации, в интернете, какой грязью поливают вас нередко. И еще приходится в чем-то оправдываться и говорить о том, что вы этого не делаете. Ну, существуют специальные, определенные проплаченные структуры, которые создают определенное негативное поле в этом плане. Для того, чтобы еще больше раскачать так называемую социальную лодку и выплеснуть ту информацию, которую они соответствуют действительности. И опять же, для этого нужны общественники, которые говорят, что это абсолютно не так. Давайте мы начнем с основного. У нас исправительное учреждение, это что, профилактория на Минводах, где люди приезжают лечиться от пищевых отравлений. Да, я всегда говорю, что это не детские оздоровительные лаги. Извините, они туда попадают отбывать свое наказание. Но основная задача сотрудников управления, управления исполнения, вообще УИСов, да, как таковых, в чем заключается? В том, чтобы ресоциализировать этих людей, чтобы они там не столкнулись с условиями, да, еще больше ожесточились на мир, на власть, там, на всех. И сказали, да нет, там, наоборот, чтобы они поняли, что там тоже жизнь. Что эти люди пытаются им сделать добро. Многие, попадая туда, не имеют никакого профильного образования вообще, кроме школы. Они там учатся, они там получают рабочие специальности, вплоть до получения высшего образования дистанционно, находясь в исправительном учреждении. Да вот недавно мы были буквально в исправительной колонии номер 6, где получают, сдают экзамены сварщика, профессию, которая сейчас востребована, с руками и ногами вырывают. А пятую колонию, если мы возьмем, вот Анна Алексеевна, да, начальник колонии, но она же как вторая мама, она же ко всем относится. Она именно человечно входит в ситуацию, там же девчонки, которым рожать, которым создавать семьи. И мы, когда общественным советом туда ездили, помимо антинаркотических лекций, к сожалению, да, которые являются преодолевающей статьей, мы брали заместителя министра социальной политики, министерства демографии, чтобы рассказывали, какие льготы в Тверской области существуют для молодых семей, для матерей-одиночек, как вообще быть. Потому что многие обращаются, вот, кстати, когда горит прямая линия, да, идет телефонная линия, вот, на которой участвует заместительная начальника по соблюдению прав человека, вот, непосредственно такая должность есть, вы знаете об этом, да, у нас в управлении. И вот задают вопросы правового характера, а это помощь в каких-то юридических консультациях, потому что за время отбывания наказания в исправительном учреждении какое-то юридическое произошло, кто-то, может быть, умер там, в права на следствию, поэтому оказывается всесторонняя помощь в этом вопросе. Если вы посещали неоднократно исправительное учреждение, видели, что там, там и зал для просмотра телевидения, и так далее, и так далее, и так далее. Я даже в одном Уфице говорю, мне было сюда на пару дней отдохнуть от этой повседневной жизни, вот, Уфице, где, ну, новая сравнительная система, да, наказания, это же... Давайте мы вернемся к тем, кто работает в системе, потому что сейчас говорим о том, как защищаются права тех, кто нарушил закон. Я знаю, что у сотрудника УФСИН, ну, у любого, такая же, как у осужденного, есть возможность учиться, есть возможность идти вверх по карьерной лестнице, да, есть право выбора, есть возможность хорошо отдыхать, да, от своих трудовых будет. Да, все правильно, Ирина, вы говорите, у каждого сотрудника есть возможность получать и высшее образование, и второе высшее образование, они могут его получать, как в ВУЗах, в СИН России, и специализация там, ну, абсолютно разная, и информационные технологии, и юридическое образование, ну, все специализации, я сейчас даже не перечислю, и может получать второе высшее образование в гражданских ВУЗах. Конечно, сотрудник социально защищен, это и медицинское обслуживание, и санаторно-курортное лечение, сотрудники могут посещать и санаторий МВД, и бесплатная медицинская помощь оказывается. Понятное дело, что все моменты учесть невозможно, но то, что сотрудник социально защищен, это однозначно. И я знаю просто, какой у вас коллектив, причем не только в самом управлении, в каждом образовании, в исправительной колонии, в СИЗО, там действительно работают, вот, как мы уже обсуждали, интеллигентные, начитанные, приятные в общении люди, которые, да, они вынуждены, они работают, они соблюдают закон, но они люди, что самое главное. Конечно, каждое учреждение, это по-своему государство в государстве, и огромная, большая семья. Конечно, бывают и какие-то сложные моменты, и нюансы, и без этого жизнь не может протекать. Понятно, что большинство сотрудников добросовестно исполняет свои служебные обязанности, но и среди них встречаются люди, которые, скажем так, себя проявляют не совсем правильно. Федеральная служба исполнения наказаний и наше управление, может быть, повторюсь, это государство в государстве, а как Петр Первый говорил, что для дела СИО потребны люди твердые, добрые и веселые. Мы стараемся этому призыву соответствовать. Илья Филиксович, вы встречались сегодня с руководителем нашей ветеранской организации, с Ириной Борисовичем. Да, с Ириной Борисовичем. Чем вы так вот подкупили, возможно, чем-то работа нашего регионального ОФСИНа? С ветеранами в том числе. Я бы не сказал, что меня что-то подкупило. В принципе, поскольку регион не первый, то я примерно представлял, что я увижу. Но мне очень понравилась открытость Ирины Борисовны, ее компетентность, потому что бывают руководители организаций, которые не очень представляют, что у них делается. Но это точно не наш регион. Да, но это не к вашему региону. Потом она, я не знаю, можно уместно ли говорить, не боится возражать, спорить и указывать на некие недочеты в работе именно с ветеранскими организациями. Это очень приятно, потому что работа строится в том числе на выявлении и исправлении недостатков. Если их нигде нет, это не значит, что их нет, просто про них не говорят. И, конечно, приятно, когда компетентный человек тебе объясняет, что здесь можно, а здесь не нужно. И чувствуется, что у нее хороший опыт работы именно руководящим сотрудником. Я думаю, мы найдем с ней общий язык, кто себя в этом практически уверен. Но, помимо всего, она просто симпатичная женщина, это всегда не может не радовать. Да, у нас, Ирина Борисовна, работает очень опытный сотрудник. Мы вместе с ней, когда я в общественном наблюдательной комиссии работала, мы вместе с ней сотрудничали, она нашу работу курировала. Что бы вы хотели вообще увидеть, когда мы можем увидеть какой-то ответный результат от Москва, от общественного совета России? Вот уже, что она придет сюда, ответ. Ну, первое, что мы должны увидеть, рассчитываем, должны увидеть, это у нас готовится подписание соглашения о взаимодействии между Общественным советом при Вселенной Российской Федерации и ветеранскими организациями. И когда мы подготовим этот текст, мы уже готовы, проект разошлем, я думаю, руководителям ветеранской организации регионов, чтобы они посмотрели, может, не все свои правки, но надеюсь, они у нас не сильно поправят. Но вот когда мы его подпишем, это будет первое, что мы увидим. Дальше пойдет работа, потому что, в принципе, в некотором роде мы ровесники. И ветеранская организация в Афсине была создана в 2006 году, и указ президента об общественных советах тоже был в 2006 году. Ну, сам совет был создан в 2007 году, но, в принципе, так вот, мы ровесники. Но именно совместной системной работы пока не было. Я думаю, пришло время, а с помощью профессионалов и ветеранов, и сотрудников СИН, которые к ним относятся по-отечески, я уверен, что работа состоится, и ее результаты мы быстро увидим. И самое главное, что не только мы, если мы работаем-то и стараемся не только для себя, потому что способность заботиться о своих ветеранах, поддерживать их, помогать им, и принимать от них знания, это тоже искусство. И оно, несомненно, самое службы, потому что ветеран — это память, ветеран — это традиция, соблюдение традиции, уважение традиции. Это только положительный имидж. Да, без этого мы сильную страну не построим, это точно. Относительно того, кого ждем, Родион Алексеевич, а кого приглашаете на службу? И куда обращаться? Мы приглашаем всех и молодых людей, и девушек на должности в УФСИН России по Тверской области. У нас находятся учреждения и в Оржеве, и в Торжке, и в Вышнем Волочке. Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте УФСИН России по Тверской области. Мы будем рады видеть всех. Понятное дело, что есть определенные моменты, нужно проходить и медицинскую комиссию. Мы рады всех видеть. Достойная зарплата, достойное социальное обеспечение. Поэтому приглашаем всех, кто хочет, будем рады видеть. И я знаю, что ветераны никогда в вашей системе не бросают молодых. Всегда наставничество на первом месте. Александр, что хотите добавить под программу, к сожалению, не конца? Хотел добавить одну вещь. Смотрите, все профессии важны, все профессии нужны. Давайте мы выберем четыре числовых блока, в которых выходит ветеральная служба безопасности, полиция, Росгвардия, управление Федеральной службы по состоянию наказания вообще в СИН России. Вот если какое-то министерство не будет работать месяц, я думаю, сильно страшного ничего не произойдет. Если какая-нибудь из этих структур не будет работать час, время пойдет на минуты, через которые уже будет неспокойно на улицах городов России. С учетом сложившейся обстановки еще, да. Насколько это важная задача стоять на страже обороны страны и национальной безопасности Российской Федерации. А именно этим занимается Федеральная служба по плане наказания России. Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Хорошее дело делайте. Надеюсь, что вместе с Россией и с другими регионами мы пойдем только вперед, и все на наше благо. А мы надеемся, что вы будете правильно освещать и давать ту информацию, которая соответствует действительности на сегодняшний день. Спасибо вам за это. Хотел сказать служу Советскому Союзу. Спасибо огромное. Всего доброго. Берегите себя. До свидания. Спасибо.